приветствую с новым годом с праздниками ничего не желаю потому что чаще всего все эти гуманистические пожелания не сбываются а повторять их как мантру просто не вижу смысла и так коротенькие комментарии к текущей последующей грузинской серии все началось в конце марта ко мне прилетел мой дружище чарли это вот китаец который неоднократно был моих выпусках и вообще считаю практически как соведущим прилетел ко мне он в ригу гостил у меня где-то чуть больше месяца мы снимали там классный контент про ригу про ригу я вообще снимаю еще с начала 2020 двадцатого года снимаем по текущий момент и не планирую заканчивать ну уж очень трепетно отношусь тому месту где живу и рига латвия это такая моя sagrada de familia выпуск будет но неизвестно когда значит про чарли погостил у меня чуть больше месяца и понравилось чарли моё рижское гостеприимство решил он отплатить мне той же монетой пригласил меня в грузию говорит слушаю у моих друзей будет свадьба он саудит светский она русская будут праздновать свадьбу грузии поехали все за мой счет ну то есть за чарли ну что подумал прикинул почему нет в грузии кстати ни разу не был ну и что контента будет море чарли считаете он как соведущий поэтому будет весело ну и к тому же чарли угощает почему бы нет взял денег минимум специально чтобы не тратиться ну максимум чтобы хватило на сувениры и отправились грузию теперь смотрим благо был и есть еще прямой рейс рига тбилиси только минус то что он ночью ну а так все прекрасного как видите полный самолет вот дружище чарли спит и видит сны о джорджа on his mind что-то наверное в таком духе в лирическом прилетели под утро пока заселились пару часов сна ну и первая вылазка так сказать разведка боем хотя просто решили про фланировать с легким желанием перекусить я то понятно еще дитя конца советского периода и человек который застал постсоветское пространство поэтому грузинская кухня у меня где-то ну уже на подкорке а чарли услышал о грузинской кухне в первый раз и вот он просто испытал пищевой оргазм когда попробовал харчо и я конечно же тоже добавлю что грузинская кухня это просто пальчики оближешь особенности когда это все происходит в грузии очень вкусно как вы конечно помните мы полетели к чарлиным друзьям на свадьбу и вот решили мы с ними в первый день встретиться через три-четыре дня они должны брак сочетаться пришли мы сперва к ним на квартиру и оттуда отправились в местный колоритный грузинский ресторан который находится в центре тбилиси место было замечательно еда конечно космос и а пища то сама по себе довольно таки жирная а если как будто не знаю ну ну просто заходит и тут начала играть живая музыка особенно удивило вот такое застольное пение мне казалось если раз уж выступают то все это должно происходить на ногах а тут вроде бы бы поначалу даже было непонятно откуда доносится пение меня это впечатлило чарли просто разорвало и разбросала его клочья эмоций по всему ресторану особенности когда он еще поддал венца вот можно посмотреть на его реакцию вот видите уже все руку на сердца месье дженимаш пассежур но это будет следующей серии и говорим в прямом смысле слова а а Субтитры сделал DimaTorzok Это было невероятно Я буду отрываться от сюда Я увидел вас завтра Я заканчиваю Это очень сильный Чао Два чьих садов Можно судить по критерию синих губ А они у меня синие И начинает такой дебильный налет Формироваться на зубах Это значит я пил вино И мне было весело Чарлз Шиско Бенже за ебища Шиско Бенже е ебища Шиско Бенже е ебища Шиско Бенже е ебища Вспечатлило нас это до такой степени Мы в прямом смысле слова ушли оттуда последними Выползли мы с этого ресторана самыми последними, но и так, пошатываясь, отправились в сторону друзей, а потом уже в сторону нашего места. Потому что на следующий день у нас была запланирована встреча с очень интересными людьми. Рижская погода меня преследует. Как красиво придумали грузы. Вот такой вид с окна на уютный грузинский дворик. Ну, как бы, наверное, уютный и симпатичный. Так, вот здесь Чарли разложился. И вот, такая роскошь. Нет, у меня мансардочка там. А я там сплю. Так, что здесь основная проблема? Это, как, их основная дорога, и они не имеют крошечки. Уютный, потому что еще не накурился, поэтому немножечко угловат. Ну, как только, так сразу же углы снимутся. Да, кстати, вот вы не думайте, что я вам сейчас такой завуалированный месседж показываю, что я вот такой. Я просто освещаю то, что происходило в мае месяце 22 года в Тбилиси. Поэтому, пожалуйста, каждый придержите своих коней свое политическое мнение. Я просто отображаю то, что было. Было бы написано другое, снял бы другое. Мой канал абсолютно не политический, и никакой политики я просто не позволился на канале. И так ее везде хоть ложкой жили. Сейчас прогуливаюсь по супермаркету и вижу первые отличительные особенности. Посмотрите, какой выбор, как все сочно, как все упаковано. Ну что ж, настало время качественно ознакомиться с Тбилиси. Угарных, пьяных и невменяемых шатаний с Чарли мне хватит аж на два выпуска. Поэтому мне бы хотелось осветить еще и культурную часть. Ну, поскольку мы находимся с вами в культурном городе. Так вот, про Тбилиси нам расскажет не просто какой-то экскурсовод, а два блогера, причем подписчиков у них гораздо больше, чем у меня. Мне еще до них, как до родины Чарли на карачках. Познакомил меня с ними Петр Лавыгин. Так что, Петя, огромное тебе спасибо и привет. Итак, ребята заняли места согласно своим национальностям. Лео Ливан Грузин. Давид Арменин. Итак, давайте сейчас быстро расставлю акценты. Сразу скажу, это не реклама. Я просто хотел бы вас познакомить с теми людьми, с кем мне было приятно провести время. Значит, у Ливана свой канал под названием Крипто Лео. Рассказывает он про новости в мире криптовалют и все в деталях. Ну и, конечно, внушительные цифры подписчиков. На момент монтирования мною этого видео, а монтирую я в январе 23 года, у него было 83 тысячи подписчиков. Ну что ж, желаю только больше. И Давид, это друг Лео. У него тоже свой крипто канал. Называется Хэнди Крипто. Также освещает бурный мир криптовалют и помогает вам в нем не потеряться. Конечно, звучит как реклама, но эти слова обороты по типу как не потеряться в мире криптовалют и так далее придумал только что я. Еще раз говорю, не реклама. Ну а почему тогда так детально? Потому что они, как минимум, нас с вами будут угуливать больше 20 минут в этой серии. Поэтому хотелось отдать полноценную дань уважения. Вау! В смысле бордели? Да, да, да. Самый настоящий бордели. Просто что, типа тайский массаж. А, бля! Саша! Да это прямо уже... Да. Вот видишь, здесь нарисованы... Как правильно скажешь, чтобы никого не объединили. Если нарисована экзотика, то, значит там будет экзотика. значит это вот это смотри это здание она принадлежала раньше здесь жили чекисты я заселил сюда чекистов и они здесь жили откуда я это знаю потому что у меня вот это был раньше мой хостел а на третьем этаже в этом здании жил знаешь кто как и кавсадзе который вот белое солнце пустыня же смотрел там чтобы адулай аккуратно аккуратно там что вот этот араб что да да это он его играл здесь жил берега сейчас олимпийский метод здесь получается сюда вообще пройти нельзя было не вон там жили те чекисты которые охраняли но берегу маленькая страничка снобизма скажи почему куча говна собачьего валяется люди должны убираться за своими собаками некоторые убираются некоторые нет а это не но домных псов у нас бездомные псы те которые не опасны для людей они обрезанием делают наверное чипирование и чипирование обрезание для животных больнее будет чипирование и еще стерилизации делают и выпускают на улице а ты в тбилиси родился да чисто тбилиси сам настоящий столичный да 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 шестое поколение моих предков живет уже здесь а седьмой врачи жила но как вы слышите иностранцу выговорить столицу грузии довольно сложно это как знаете москва или москвау россия агрессор вот такого рода настроение бушевали в грузии да возможно да и до сих пор бушуют ну а что мы туристы заходим тбилиси это город балкон ты везде видишь вот эти большие балконы а зачем они были сделаны до того как у нас сделали в пятьдесят шестьдесят пятом году тбилисское водохранилище здесь было на 6 градусов на 7 градусов летом теплее и жарче и вот эти все балкончики на них люди жили все лет потому что внутри находиться невозможно а есть хотя продать прикольно он там стоит востангур гасалки вот так руб знаешь что это обозначает привет ты нет он говорит стойте грузины сзади армяне там находится армянский район как я говорил ранее в тбилиси мы были еще в мае месяце это еще до всех тех осенних событий поэтому российские туристы были но не так сказать чтобы много отбилиси был готов приема туристов все было аккуратно расставлено все было очень сочно вкусно но осталось только одно купить грузинский называется инжировое ущелье внутри инжиры где-то там просьба вглядываться я лично на кадре не нашел скажу вам честно как же мне приятно когда за кадром не надо комментировать всю мою домашнюю работу сделал крипто лео лео мадлоба по-русски ты знаешь что я имею ввиду в отличие от россии и другого мира сказок все сказки без хэппиенда там нету хэппиенда во всех или кто-то кого-то обманул или кто-то кого-то потом пришиб вот так и дети сразу же с детства понимают что мир и такой пушистый и красивый как вам кажется дети читают сказки и плачут да вот да да или вот например золушка да у нас нет золушки вот и все золушка бы пахала бы до конца бы у нас бы в рабстве ты все жила мыло посуду и все как бы состарилась конец жизни второй день я в тибилиси был до сидел кушать пиццу короче у меня украли кусок пиццы это прямо такая история до сижу подходит какая-то женщина до начинает что-то говорить на грузинском я не понимаю на военной грузинской дороге если не память не изменяет вернись я все прощу чуваки брали теслу поставили туда ферму вставили на зарядку а раньше в америке была она бесплатно это крик чардж и они так стояли целый день и манили на это это 2017 году как запретили с тесла поняла это что такое вещь происходит и она сейчас зарядки там ты не можешь стоять там больше какого-то определенного времени что ты думаешь что надо зарядка машина не сначала здесь сделали тюрьму но в этой церкви но из-за того что здесь много потайных ходов зэки начали разбегаться несколько людей меньше потом они целый год это несколько лет была тюрьма и потом они решили сделать давайте отдельно тюрьму построим а здесь делаем зернохранилище и сделали здесь зернохранилище то есть при зэках эта тюрьма пользовалась популярностью высоко оценивали рейтинг был хороший то что можно было убежать да потому что очень много потайных ходов было потому что это был королевский дворец здесь находился и здесь должны были быть корреты можно было куда-то смотаться и убежать такое время ну и чтоб не сматывались и не убегали ангела меркель это бывший канцлер германии взялась за свои старые гдр-овские привычки и решила подарить тбилиси один блок некогда раньше существовавшую берлинской стены теперь этот один блок находится в самом центре столицы и начинает ее немножко разделять была минутка либеральной истерики сейчас мы с вами видим кадры героя который попытался перелить через берлинскую стену но к сожалению был подло пойман спецслужбами с помощью китайских красных коммунистических прихвастей последующая судьба героя нам неизвестно как минимум в начале он оказался в кпз кпз тбилиси настало время отходить в горы для этого мы воспользуемся тбилисской канатной дорогой ну и как говорил лео погнали а мне вот по цветам и тонам напоминает медельин конечно только без всяких коммуны фавел и без периодической стрельбы если вы смутились и не понимаете о чем нету посмотрите мой выпуск про медельин а мы на месте и построил вот этот мост мост у нас в грузии называется прокладкой олвиса да но у этой композиции есть еще одна дополнительная вещь это вот эти две женские ноги в колготках что скажете похоже еще не хватает двух зданий в форме двух грудей когда была бы эта завершенная композиция поговорить не не удастся есть возможность послушать ее монолог кстати можете поставить видео на паузу отсканировать qr-код где бы вы сейчас не были у вас есть возможность пообщаться с матерью грузии откупоривайте бутылку вина и срочно набирайте ее тем временем уже хотелось есть и уже юмор пошел столовой армяне не обижайтесь ты знаешь разница между грузинским застольем и армянским застольем в чем разница конце грузинского застолья те не принесут счет хотя у вас хотя вот давид не такой человек да ну он очень это мы все шутим я люблю армян у меня очень много друзей армян так что это зайцы а сейчас мы потихонечку движемся в сторону духа на вы тут не подумайте речь не идет о каком-то запахе духа надо такой исторический вид грузинского общепита но как столовка только вкусно вот тут попадают в аварии уже четвертый раз мы видим короче тут потому что они едут посередине полосы вот такие вещи вот когда видишь такую машину короче держись подальше вот тут сказал давид очень ключевую фразу вы знаете я его не послушал и ни капли об этом не жалею давид это ни в коем случае не без никаких камней в твой огород это просто вот назовем это так что исключение исправил потому что на протяжении последующих выпусков мы будем колесить только на этом автомобиле а там на вертукте и раньше здесь стояли только женщины это легкого поведения даже у нас шутили то что угадает что это внутри дети а снаружи проститутки да то ты отвечал в духа не стоял прекрасный духа не дыри кстати возможно выражение духа на оттуда и пошло я не знаю не филолог а филологи пожалуйста пишите что думаете прав флия или нет место недорогое едой вас просто зашвыривают если конечно закажете но в обеденное время иногда даже нужно постоять в очереди но просто еда как будто бы заколдованная на все время тебя манит и манит мол съешь меня еще вилочку еще ложечку еще бокальчик но вот такой прескуран так что ставьте на паузу если вы вдруг хотите разобраться в цене а в целом было сама чужой 7 стадий вот кстати обращу обращаю внимание вот мне напоминает по брусчатке улицу богдана хмельницкого в киеве кто знает вот ставьте лайк согласитесь я понимаю что она немножко возвышенность у богдана хмельницкого тут немножко равнина но что-то в этом есть молочка не хочешь лесные коровы когда-то русский по генералам по кавказу проезжал и потом где сливая сижуча был монастырь и вот как раз про этот монастырь написал там что вы памятникам юнеска кстати самое время запустить дрон и полюбоваться рекой под названием кура и тут прям хочется спеть ты неси меня кура и дальше там что-то на грузинском вот такая красота видите вдалеке там позерствую вот так получилось подписывайтесь на мой инстаграм физически находиться и смотреть на видео кадры поэтому с неба снимали землю честно говоря не знаю чему это я а мы продолжим у меня что так делать когда он переворачивается он сразу же вырубает лопасти ну да это мастер-класс от водителя дрона от водителя дрона поехали мы в первую столицу грузии мэцхету такое милое красивое туристическое место все симпатично но это очень удивляет эти туристические лавки и тут принимают в битках и оплачиваем да я плачу в битках с байна сейчас переведем и вот в качестве оплаты это милая симпатичная девушка готова воспринять крипту а особенно то парни все пронизаны криптою самое время было померцать гранями блин грузины вы что-то очень продвинутые ну в общем нечестно можно такое увидеть на постсоветском пространстве собака не друг монаха к такому выводу пришел я всем привет мы сейчас находимся в грузии в монастыре под названием вот нам весело хорошо я не знаю что сказать не знал что сказать потому что ну что монастырь и монастырь но когда посмотрел кадры с дрона пропустил традиционное русское матное слово и сказал как же красиво по археологическим раскопкам движ здесь начался еще со второго тысячелетия до нашей эры но тут представляется что там только не было сейчас ливан даст круговую панораму ну чтоб нам осмотреться и сейчас будет нам знакомы с вами местом затормаживаю кадр это монастырь дашваре где мы я собственно там где ливан читал лермонтова ну и давайте теперь плавно садится на землю ну не совсем плавно как хотелось но тогда бы закадрово говорить пришлось быть долго ну как есть смотрим дальше и повез нас лево на одну достопримечательность это вы знаете когда с машину ставишь на нейтралку она потом в другую сторону катится я об этом что-то где-то слышал был удивлен увиденным а чарли это просто порвало шаблоны ну я надеюсь вы поняли машина катится не вниз по наклону а наоборот как бы в гору назад зрелище очень любопытно а лево просто не останавливался у нас возил и везде я уже устал мне уже столько не надо а он с таким своим грузинским гостеприимством угуливал нас просто нещадно и вы представьте это все за один день это грузинский диснейленд можно так сказать парк татсминга смотри какой вид давай знаешь как сделаем не знаю когда вижу вот этот юрасик парк мне сразу напоминает вот эта картинка юрасик парк увидел еще лет десять назад до сих пор он в голове нет как мне кажется в тбилиси наверно был на всех обзорных точках города потому что маршрут лево заключался в следующем снизим горы с гор в низины и вот так повторялось все из раза в раз look at that hole man nothing can fit through that yeah armani watch maus imagine you spent all that money getting it and it's made in china yeah what a frustration i would smash that machine едем на очередную возвышенность где находится памятник который возвел сам зураб царителя но едем мы туда сквозь кладбище грузинских воров в законе ну и выходите снимать надгробные плиты как-то мне не особо интересно как-то вообще тема не моя одно дело когда ты в колумбии снимаешь надгробные плиты авторитетов которые гремели на весь мир по типу как пабло искабар это даже можно выразиться как туристическая экзотика а тема аое она вообще не моя и зачем мне это нужно ну опять же и с другой стороны чтобы не пятна тебя это кладбище воров законе но зачем я это показал вдруг у кого-то есть обостренный интерес к этому вопросу теперь вы будете всегда знать что в тбилиси есть кладбище воров законе а вот и грузинский стон хедж в общем на нем выбиты все правители грузии место конечно монументальное здоровенное с видом на тбилисское водохранилище была ночь его не было видно но не беда отправимся мы туда чуть позже ночной тбилиси начинается за Ливаном по окончанию нашей экскурсии хотели выпить в таком интересном особом заведении вот куда собственно нас Ливаны привез но к сожалению оно было закрыто все пошли мы в другое но другое мы уже не снимали потому что ну что оно одно из ну скажем так довольно рядовое на этом говорим Ливану и Давиду огромнейшее спасибо и да продолжится наше с Чарли приключения но только после небольшой перебивки у нас все как обычно то есть как бы если вам возможно интересно как у нас начинается день начинается вот он вот так коты породистые загнали в колодец кота помойного он орал здесь просто они его гоняли по этому двору и сейчас вот он сидит в колодце а те его стерегуют просто какой то кавказский пленник утро началось с кофе с зеленого кофе посмотрим как сложится сам день в этот день мы должны были переезжать поскольку нас уже оттуда попросили что происходит что случилось? почему мы просто идем к этому месту? потому что я пытаюсь использовать чинский кард и я не могу использовать чинский кард потому что я не мейнан-чинский как злобно? как злобно? да это закончилось, хорошо хорошо один шуток еще один шуток теперь это следующий шуток давайте открыть я буду плачать музыку чтобы праздновать конечно же отпраздновали микро победу решили послушать лед зеплин разобрать его в деталях было хорошо и весело только мне а чарли на полчаса растворился в телефоне ну а тем временем конечно же кофе слегка начал отпускать проявился повышенный интерес к живописи за окном миролюбиво играла девочка что-то себе насвистывало пока не увидела одного дядю в окошке ну все тут уже точно пора сваливать все должно было быть очень просто приезжает такси пакуемся и едем на новый адрес сбрасываем там вещи и выходим и начинаем шататься по городу периодически подкидывая немножко чая но это все лишь только в желаемой теории с задачей справился только таксист а дальше все пошло не по сценарию сперва долго не могли найти адрес ходили вдоль улицы то туда то обратно и вот как бы мы на месте но нет правильно будет тоидзе просто сус чарли это довольно забавно звучит но в итоге нашелся добрый человек ну вроде как сориентировал ну это точно здесь мы стоим за 20 минут как два идиота в этом месте ну вот так вот это стихом это смотрится I'm gonna kick this door down If nobody opens a fucking door Yo, what is this here? This looks crazy, bro We're gonna die here Is this you booked? So, where's the key? What did it tell you? I don't fucking know No, is that the key? You see, there's a safe deposit or something like that There's a fucking... That's a power box, I find Дверь сама открываться не хотела Да и спасибо Но остается вопрос, что мы сняли Что делать? Теперь звоним хозяйке А хозяйка говорит только на итальянском и грузинском Встретить она нас не могла Так как на тот момент находилась в Италии А там кто-то будет? Началось у нас продуктивное общение Да, 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 это тридцать Переулок тринадцать Кто идёт тридцать? Звонит мою мальчика Да, хорошо Да, хорошо Да, хорошо Нет, ты Спасибо 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 Что это было все такое? Я не знаю, чувак Что она говорила? Русский или испанец? Нет, это итальянский Что она не говорила в русском? Нет, нет Почему она говорила в русском? Да, потому что она знает только несколько слов Так что ты говорила в итальянском? В этом мальчика Что она сказала? Она сказала, что мы должны идти на Таидзе 30 Что? 30? Таидзе Ты знаешь, что я говорю? Да Хорошо, поехали, мальчика Окей Фуф, мальчика Откуда у нас есть крючки Окей, Таидзе 30 Ну, это будет гораздо легче, чем ты ходишь Да Да, но у тебя есть какие-то хорошие жоржные рестораны Я говорю, мальчика, я не хочу пить воду Это очень вкусно Да? Вот прогуливаясь в четвёртый или в пятый раз Мы уже начали вызывать интерес у местного населения Все пытались нам помочь, но никто не знал, где этот Таидзе 30 Переулогка 13 Но нам в итоге повезло, нас нашёл тот самый мальчик Это он, это я, это я, это я Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит от меня камень И теперь давайте этого человека будем называть мальчик Ну, потому что так это удобнее и легко запомнится Без какой-либо насмешки И тут начались затяжные переговоры Хозяйка нашла помощницу, которая слабо говорит на английском И как-то было это всё очень мутно К месту проживания нас не пускали Потом хозяйка звонит мальчику с ценными указаниями И тут нам решил помочь доброжелатель И через Google Translate он нам перевёл то, что из того, что как он понял ситуацию У хозяйки нет на нас места И там сейчас проживают другие люди Вот это оказия Так как деньги за это уже были сняты Он это забронировал, он это заплатил И почему-то по какой-то причине нужно было отправить именно смс-кой номер бронирования Airbnb У нас был только подключён мобильный интернет А у представителя хозяйки была только сотовая связь Но нужно почему-то было только выслать смс-кой номер бронирования Не через какой-либо другой мессенджер И доброжелатель уже поник, чувствуя безвыходность нашей ситуации Поэтому ушёл по-английски Ну он старался, большой ему респект Прошло уже где-то полтора часа с момента встречи с мальчиком Переговоры всё длились Шли они безрезультатно Ага, то есть вот сюда Здесь мы должны жить Но там кто-то живёт Сейчас там кто-то люди, да? Что делать? Не знаю Поэтому инициативу взял мальчик И решил им предложить отель, который находится в 50 метрах Но, конечно же, за наш счёт В том месте кто-то проживал И выселяться те люди не планировали Вот здесь мы должны были остаться Проходим мимо, потому что нам что-то накосячили с резервацией Не мы, вот Я, вот Чарли, молочёт свою ношу Хозяйка куда-то слилась Уже вяло отвечает на звонки А теперь быстро забегая далеко наперёд Чарли получил возврат только тогда, когда он уже покинул грузию Ну неплохо 30 долларов Как вам серия? Вот если резюмировать То я бы назвал эту серию так Уютные прогулки под Билиси в аккомпанементе с приятной компанией Ну что-то вот в таком духе В любом случае мне это очень понравилось В Билиси я был первый раз Лео красавчик, респект, ещё раз спасибо А вот следующая серия, она просто жизнится из хэштегов Вот базисный, фундаментальный хэштег Это Писец Ну и вот сейчас немножко по хэштегам Чтобы немножко для затравочки Как остаться без денег в Билиси Скитаться по квартирам местного населения Попытки продажи ртути в качестве обогащения Уличное население Дальше Грузинская душа и гостеприимство Горы, горы, горы Напиться в хлам на свадьбе и разругаться Внук Аслана Башидзе И много-много-много-много другого Там серия просто наваристый бульон Поэтому выйдет она примерно через 2 недели Ну как, она готова уже, всё, нарезка, всё Есть логическая связь этой нарезки Просто необходимо закадрово озвучить Добавить музыку, там какие-то фотки Там может быть, а, текст ещё очень важен Перевод с английского на русский Так что увидимся совсем скоро С наилучшими пожеланиями С уважением, ваш адмирал Андрей Августович Эбергард Вот, кстати, загуглите Был такой человек, он был адмирал Ну вот, родственные души Всё, до новых встреч